Расширенное заседание Союза промышленников и предпринимателей посвящено инвестиционному климату в Ивановской области. Не случайно лучшие умы бизнеса собрались именно сейчас и за горами принятия регионального бюджета на будущий год. Свой доклад гендиректор Союза начал с информации о занятости населения. Общая численность занятости по данным комитета по труду составила в прошлом году 489 тысяч человек. Но характерно, что по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования в Ивановской области количество неработающих граждан трудоспособного возраста на 1 января текущего года составило 263 тысячи человек, из которых 60% мужчин и соответственно 40% женщины. По грубым подсчетам бюджета, если бы эти категории граждан получали заработную плату всего 10 тысяч рублей в месяц, не более, то суммарные потери по налогу на доходы физических лиц за год составляют уже 4 миллиарда рублей. Кроме того, в текущем году областной бюджет заплатит за них в ТФОМС, как неработающих граждан, еще полтора миллиарда рублей. Именно неформальную занятость предприниматели считают одной из самых серьезных проблем, которой непременно должны заняться компетентные органы. Ожидаемая среднемесячная зарплата по области в 2015 году составит 21 тысячу рублей. Рост ее сдерживается большим размером страховых взносов, социальные и внебюджетные фонды. По мнению членов Союза, пора эти ставки пересмотреть. Ну и, собственно, инвестиции. Их ежегодный уровень колеблется в диапазоне 30 плюс-минус 2 миллиарда. Объем инвестиций в текущем году за 9 месяцев 14 миллиардов рублей. И достижение прошлогоднего уровня для нас весьма проблематично. Динамик инвестиций показывает, что в лидерстве здесь, лидерство сохранило сферу транспорта и связи. На втором месте монополисты от энергетики, над этим торговля. Не смог не упомянуть докладчик и меры господдержки, которые, несмотря на кризис, принимают для развития экономики региона. Это частичное субсидирование уплаты процентов по инвестиционным кредитам. Снижение ставки до 1,2 или полное освобождение от налога на имущество организации при объеме вложений больше миллиарда рублей. По предложениям Союза промышленников в текущем году установлена пониженная ставка в размере 13,5% по налогу на прибыль организаций, предприятиям текстильной легкой промышленности и организациям, производящим транспортные средства и оборудование. Также учтено наше предложение об определении в качестве налоговой базы по налогу на имущество организаций кадастровой стоимости торговых и деловых центров площадью свыше 5000 метров квадратных. Все действующие льготы уже обойдутся бюджету в 225 миллионов рублей. Но предприниматели, как старик из сказки про золотую рыбку, хотят еще послаблений. Мы предлагаем установить нулевую налоговую ставку налога на имущество сроком на три года в отношении нового недвижимого имущества, созданного при реализации инвестиционных проектов именно в обрабатывающих производствах, то есть в промышленности. И, наконец, очень бы хотелось в будущем году увидеть практику предоставления обеспечения по обязательствам с инвестором в части использования имущества создан у нас залогового фонда. А то, как бы сказать, де юре существует вот такой вот механизм поддержки, а де факто он никак не заработает. Кризис – нелегкое время не только для предприятий, но и для бюджета, напомнил собравшимся губернатор. Коллеги, у нас инвестиции, они, безусловно, важны для населения, потому что все равно заработная плата – это основная статья доходов населения. Для бюджета они не значат практически ничего. Сегодня бюджет от инвестиций в лучшем случае получает НДФЛ, и то, если он есть. Потому что, как вот, ну, может быть, при газопроводах немножко это плата за землю или еще чего-то. Я тут посчитал, я эту цифру называл и еще посмотрю. Мы сегодня на 100 миллиардов инвестиций в лучшем случае в бюджет получаем 1 миллиард. Так что те условия для предпринимателей, которые созданы на сегодняшний день, оптимальны. Пока на большие льготы промышленникам можно не рассчитывать. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.